31 марта во Дворце Независимости Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту. Зрителями прямой трансляции и телеверсии стали более двух миллионов человек. Эти данные приводит телеграм-канал Пул Первого. Наши корреспонденты собрали мнение обрещан. Какие акценты они увидели в речи президента? Смотрите и слушайте. В приоритете молодые люди. Я смотрела послание президента в прямом эфире и для меня эти 4,5 часа пролетели буквально незаметно. Очень восхитило ораторское мастерство нашего президента, когда ты его смотрел буквально с открытым ртом. Его чувство юмора очень искренне позмеялось с его замечаний и колкостей. Мне очень понравилось, что наш президент так открыто разговаривал на такие довольно-таки деликатные темы. Темы и оружия, и темы и войны. Очень поразило меня это. Очень были интересные вопросы, конечно, связанные с молодежной политикой, с молодежью. Я, конечно, солидарна, что надо и разговаривать с молодежью, больше проводить диалогов. Одним из важнейших условий суверенитета и независимости нашего государства является народное единство. Это подчеркнул глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко. И я с этим полностью согласна. Это ценность, к которой мы должны относиться с уважением, беречь ее, уважать. Это и любовь, и взаимопонимание, и солидарность. Это то, что нас объединяет. Студенчество нашего университета солидарно со всем, что сказал президент нашей страны. Послание президента к белорусскому народу, как обычно, было пронизано миролюбивым характером. Указывалось, безусловно, то, что Беларусь – это та страна, которая стоит на пути мира и созидания. Безусловно, в нашей стране очень большое внимание уделяется социальной политике и поддержке всех слоев населения. И оказывается, поддержка разносторонняя. Это, безусловно, и группы населения старше трудоспособного возраста. Это достаточно эффективная система пенсионного обеспечения. Безусловно, это и поддержка молодых семей, поскольку демографическая проблема в настоящее время остро стоит, кстати, не только в Беларуси, но и в ряде других европейских стран. А в целом, конечно, послание, как всегда, было достаточно эмоциональным и пронизано такими нотками патриотизма и любви к нашей процветающей Беларуси. Важной темой для меня стало, как для историка, то, что мы будем чтить и помнить память героев Великой Отечественной войны. И то, что героизировать те имена, кто сжигал Хатынь и другие деревни Беларуси, мы не собираемся. Также мне понравилась тема, так как я студент образования, и слова президента, то, что Беларусь является кузницей высококвалифицированных кадров, и в дальнейшем мы с этим будем развиваться. Выступление главы государства, любое его выступление, конечно, оно всегда очень сильное, оно эмоциональное. И выступление на послании беларускому народу и парламенту тоже было очень сильным, очень эмоциональным, потому что наш президент, он всей душой и сердцем и мыслями своими за нас, беларусов, за страну, он переживает действительно и хочет, чтобы в нашей стране был мир, спокойствие, процветание, развитие. И мы, конечно, как истинные патриоты своей страны, как граждане Беларуси, должны во всем нашему президенту помогать. Как он справедливо говорит о том, что делайте хорошо свое дело на своих местах. Студенты должны хорошо учиться, становиться конкурентно способными специалистами. Взрослые люди должны трудиться на своих местах честно, и тогда все у нас будет хорошо. Был боец нашего студенческого отряда Спачино, технического университета, который задал личный вопрос президенту о том, чтобы инициировать республиканскую молодежную стройку в 2023 году именно на территории города Бреста, а именно в частности Брестской крепости по строительству нового здания патриотического центра. Александр Григорьевич данную инициативу поддержал, и возникают тоже большие надежды о том, что мы не просто там поработаем, а также поработаем в качестве привлечения инвестиций для укрепления и строительства данного патриотического центра.